съедают время, все равно будем делать перерывчик, но один уже. Итак, остановились мы на социальной лене. Еще одно из названий – это эффект рентгеномана по фамилии автора, который изучал это явление. Социальная лень – это проявление нашей, с одной стороны, обычной лени, а с другой стороны, в том числе и следствие деиндивидуализации, о которой мы говорили чуть раньше, вот этого эффекта растворения в группе и размывания ответственности. К чему приводит к тому, что в группе работоспособность ее членов может снизиться на 50% по сравнению с их обычной работоспособностью. То есть люди начинают, смотрите, как красиво звучит, экономить усилия при совместном выполнении какой-то деятельности. Всегда говорю студентам, аспирантам, магистрантам билетиного вооружения, правил, я не ленюсь, я экономлю усилия. Ну, фактически так и есть. Я думаю, любой, кто работал в какой-либо группе, с этим сталкивался. Ну, действительно, зачем самому напрягаться, когда у нас тут много? Как бороться? Как это лечится? Это лечится как? Возможно, распределением зоны ответственности? Распределением зон ответственности с обязательной индивидуальной ответственностью, чтобы не было только общей коллективной ответственности, чтобы была индивидуальная. Да, мы работаем, да, Анна, совершенно верно, мы все правильно пишете. Да, мы работаем вместе, будет оценен результат работы всей группы, но ваш личный вклад в этот результат не останется незамеченным. Соответственно, четкое определение обязанностей, распределение ролей, как вы правильно тоже пишете в чате, четкая задача, дедлайны и персональная ответственность за решение своих задач. Все очень просто. Еще, когда социальная лень не проявляется или минимальна, когда речь идет о сплоченной группе единомышленников, достигшего уже высокого уровня развития, того самого единства целей, когда речь идет о полноценной команде, которая объединилась для достижения значимой для всех целей. В этом случае социальная лень минимальна. Еще, когда снижаются ситуации соревнований, конкурентности, соперничество тоже уменьшается. В кризисной ситуации, когда речь идет о борьбе с внешней угрозой, с внешней какой-то опасностью, внешним врагом тоже социальная лень уменьшается. Ну, а в обычной рутинной рабочей обстановке все вы правильно написали. Индивидуальная ответственность. Личная статистика каждого. Да, оценим группу, но и вас лично тоже оценим. Вот и все. Если же пустить все на самотек, да, социальная лень прекрасно. Выключаем. Прекрасно будет себя проявлять. А еще один эффект, давайте кратко, потому что у нас еще командная роли впереди. Эффект социальной фазитации или ингибиции. Это усиление доминантных реакций в присутствии других. Достаточно просто простого присутствия. Что такое доминантная реакция, то есть наиболее вероятная? Давайте. Например, если надо выполнить какую-то простую задачу, простую для данного человека или простую в принципе, то мы увидим эффект фазитации, то есть в присутствии других у него получится еще лучше, чем если бы он делал это один. Если же задача сложна, то будет наоборот наблюдиться и наблюдаться в присутствии других, он справится хуже, чем если бы делал это один. Здесь нет противоречия, потому что усиливаются именно доминантные реакции. Задача простая, доминантная реакция, что мы с ней справимся. Задача сложная, доминантная реакция, что будет затруднение при ее выполнении. С чем это связано? Ну, с некоторым социальным возбуждением, которое, как или иначе, у нас вызывают другие. С боязнью оценки. У кого сильнее эта боязнь оценки, сильнее проявляется эффект. И в итоге все это приводит к тому, что внимание распределяется. Само присутствие других оттягивает на себя часть внимания. Боязнь оценки мешает нам сосредоточиться на деятельности. Ну и вот это эмоциональное возбуждение тоже уменьшает концентрацию. Поэтому, если задача простая, мы с ней справляемся, потому что постоянное внимание не нужно для выполнения этой задачи. Допустим, действие уже доведено до автоматизма, или, в принципе, простая задача, мы можем решить ее, не концентрируя внимание. Эффект от этого не дострадает эффективность. А если задача сложная, она требует пристального внимания, концентрации. А концентрации нет, потому что оттягивает на себя внимание вот эти различные факторы. И, соответственно, нехватка внимания чаще всего и приводит к ухудшению результата при решении сложных задач. То есть вопрос именно в публичности каких-то действий. В частности, когда мы готовим, допустим, студентов, учащихся к каким-то, не знаю, конкурсам, олимпиадам, выступлениям, этот эффект мы тоже учитываем. Поэтому здесь важно довести до автоматизма, чтобы присутствие других не смущало, не отвлекало на себя внимание и позволяло бы полностью уже на уровне навыков автоматизма необходимую деятельность продемонстрировать, воспроизвести. Что важно? Важно количество. Чем больше людей, чем больше зрителей, тем сильнее проявляется. Важны взаимоотношения. Это нейтральные зрители или они вам симпатизируют, а может быть, наоборот, антипатия. Если антипатия, соответственно, больше проявляется. При симпатиях, кстати, тоже лучше всего, если нейтральные зрители. Но также важна значимость. Насколько для меня лично значимо мнение других или насколько для меня значимы конкретно эти люди и их оценка. Чем больше значимость, тем больше проявляется этот эффект. Ну и насколько они близко находятся. Они прямо непосредственно над душой стоят или где-то в оздалении. Чем ближе, тем тоже сильнее. А еще два эффекта, связанные с принятием решений. Групповая поляризация. Этот эффект означает, что при принятии решений, в ходе дискуссии усиливается первоначальное мнение членов группы. Если собралась группа единомышленников, то их мнение сдвигается еще больше к одному полюсу, к которому они изначально тяготели. Если собрались люди с разными позициями, то в ходе дискуссии, которую мы на самотек пускаем, никак не контролируем, не модерируем, вместо поиска общего решения, они будут тоже поляризоваться, как бы отталкивать друг от друга, еще более радикальные будут. Их отличия, чем были в начале, проявится в том числе этот эффект. Мы и они тоже приведет к поляризации. Поэтому важно в таких случаях модератору следить за этим эффектом. И стараться минимизировать его проявления, в том числе через то, что задаются критические вопросы, возможно ли иметь точки зрения и так далее. Тоже последний эффект, который мы сегодня рассмотрим, эффект огруппления мышления, или эффект глупомыслия, возникает не всегда при принятии решений, нужны определенные условия. Сам эффект заключается в том, что для собравшихся, для членов группы какой-то, а группа обычно в этом случае сплоченная, постоянная, группа единомышленников очень часто, так вот, для них более важным становится сохранение сплоченности, чем поиск правильного решения. И тогда все плюсы группового принятия решений могут нивелироваться, поскольку не будет разлучия мнений, не будет полноценной дискуссии. Все сведется к тому, что берется обычно решение, либо то, которое лежит на поверхности, либо которое выдвигается ее лидером, руководителем, а он в этом случае часто авторитарный. И все дальнейшее отпускнение сходится к тому, какой замечательный вариант у нас уже есть, какой замечательный пример, вариант решения мы уже нашли. И люди пытаются в этом друг друга убедить, вместо того, чтобы сказать, что хорошо, есть этот вариант, давайте посмотрим, какие могут быть еще, и выберем лучше. Как я уже сказала, проявляется не всегда, проявляется, если группа изначально сплоченная, начальник по презентации, я выражу это, я все забываю, но я выкладываю презентацию в итоге. Итак, если группа изначально сплоченная, если у нее авторитарный руководитель, если группа изолирована от внешней среды, то есть как бы в своем соку валится и нет никаких внешних воздействий. И четвертый фактор, если группа находится в какой-то кризисной критической ситуации. Вот если все эти четыре факта отвечают вместе, то у тебя группа мыслей весьма вероятен. Причем тут критическая ситуация. Именно в этой ситуации оказывается важным сплоченность ее сохранения, потому что есть такое чувство, что пока мы едины, мы сильны, мы неповедимы, и люди могут не столько осознанно, сколько бессознательно бояться раскола, если будет полноценная дискуссия, и стараться придерживаться одного какого-то вектора, чтобы, не дай бог, не возникло конфликта и последующего распада, раскола группы. Итак, прошу прощения. Прошу прощения, отвлеклась. Как предотвратить вот как раз негативиста? Был вопрос в прошлый раз, негативист может быть полезен. В этой ситуации как раз, если есть в группе такой негативист, а можно даже использовать приглашенного негативиста, то от него будет положительный эфир. И в принципе здесь руководитель ему, конечно, сложно, если он авторитарный, но он должен, если хочет принять эффективные решения, прямо поощрять, провоцировать критическую акценту, спрашивать, а какие еще, а если противоположные решения, давайте подумаем. Что еще можно разделить группу на подгруппу? Пусть каждая подгруппа выработает свое решение, ну и потом будем сравнивать и выбирать, чтобы были все-таки разные точки зрения. Нарушить изоляцию от внешней среды, то есть опять же, кто-то кого-то пригласить для принятия решений, желательно человека с иной точкой зрения, чтобы хотя бы по понятию видеть, что возможны иные подходы, и уже потом взвесить все за и против, выбрать оптимальный. Итак, последняя наша часть – команда. Не каждая группа, как вы понимаете, является командой. Какие группы мы можем назвать командой? Что такое команда? Как вы для себя это определяете? Какие признаки группы нам нужны, чтобы назвать ее командой? Так. Общая цель. Да, конечно. Что-нибудь еще? Общие ценности. Тоже верно. Вспоминаем этапы развития сплоченности. Общие интересы. Да, и готовность взаимодействовать ради достижения этой общей цели и реализации общих интересов. Определения, как водится, разные. Нет единого. Ну, вот я выбрала следующее. Два возможных. Что это автономное, заметьте, самоуправляемое. Это тоже один из признаков команды способность к самоуправлению. Автономная, самоуправляемая группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих группуга. Ну, заменяющих не обязательно, но дополняющих обязательно. В процессе достижения поставленных целей. То есть команда собирается не просто так, у нее есть какая-то цель, ради нее она взаимодействует, ради ее достижения. И другое определение, что это особая форма организации людей, основанная на продуманном позиционировании участников. То есть каждый понимает свою позицию в команде, свою роль в команде. И, естественно, эти люди имеют общее видение ситуации, понимание стратегических целей и владеют процедурами взаимодействия. То есть это группа, которая достигла высшей степени сплотенности. Знаете, в советское время так говорили про коллектив. Коллектив – это высшая степень развития группы. Ну, сейчас мы такие группы называем командами, но название, в общем-то, не меняется суть. С точки зрения командных ролей, мне кажется, наиболее интересным, оптимальным подход английского специалиста Роберта Белбина. Он занимается командами, ой, не знаю, уже треть века, наверное, а может быть и больше. Работал с разными командами, по его словам. Это и команды экспериментальные, искусственно созданные, это и команды реально работающие. Ну, он не командил, он исследователь со стажем, да. А это и команды студентов, это и команды топ-менеджеров, самые разные. Ну, и видите его фразу, несовершенные люди могут создать совершенную команду. В итоге он пришел к выводу, что оптимальная численность команды – 5-7 человек. О чем мы с вами говорили тоже, да, примерно в этих рамках остановились. Ну, есть еще мнение, потолок 7 плюс минус 2, то есть до 9, ну, вот оптимально 5-7. Конечно, все зависит от конкретных условий, от сложности задачи, то есть мы на этой цифре не зацикливаемся. Но при этом в команде должно быть 8 ролей, по мнению Балдуна. Почти все они обязательны, сейчас мы с ними познакомимся, там есть некоторые роли, как минимум одна, которая не всегда нужна. Если у нас 5 человек, или даже 7, уже не получается 8 ролей на каждого по одной, то есть кто-то в команде берет на себя одну или две роли. И Балдин отмечает, что у опытных специалистов, которые давно работают в командах, даже если они не знакомы с теорией командных ролей, все равно есть понимание своих сильных, слабых в самом командной работе, понимание, что я могу дать команде, а что не могу. У начинающих специалистов, у студентов, в частности, часто размыты представления о командной роли, и может казаться, что либо все роли мне подходят, или, допустим, ни одна мне не подходит. Ну, для этого Балдин разработал тест, может, у меня начали легко гуглиться в интернете, пройти. Но, в общем-то, еще раз, если вы работаете в командах, вы уже примерно понимаете. Балдин считает, что оптимальная, идеальная команда, она гетерогенна по ролям, вот первый, сбалансированная, и включает в себя 8 ролей, ну, может быть, 7. Но это не единственный вариант, он говорит, что могут быть успешны и другие типы команды. В частности, второй вариант – это однородная команда из эмоционально стабильных экстравертов. Эмоционально стабильные экстраверты – это сангинники. Люди эмоционально устойчивые, позитивно мыслящие, у них коллективный фон настроения устойчивый, энергичные, достаточно активные, и именно экстраверты, то есть, в принципе, они нацелены на общение и взаимодействие. Так, а в чем ужас в экстравертах? Не очень поняла, в чем ужас. Ну, если не сложно. Ой, это я уже. А, что студентов не учат работать в командах систематически. Ну, мы уже говорили, что у нас, в принципе, система образования, она не нацелена на работу в командах, да? Дети проводят как минимум 15 лет, как кто-то выразился, глядя в затылку в друг друга. Какая уж только командная работа. Но есть подвижки в этом направлении, в частности, вот сейчас развиваются кружковые движения, станки сейчас проводят повышение квалификации для руководителей и наставников кружкового движения. Это такая национальная технологическая инициатива по созданию таких кружков в школах, в вузах. И там как раз все основано на командной работе. Фактически проектная работа, когда есть внешний заказчик, и можно реализовать. Так, эмоционально заряженные, не эмоционально заряженные, эмоционально стабильные. То есть это люди с равновешенными эмоциями, эмоционально стабильные, а не заряженные. Но при этом, да, они достаточно активные и энергичные. Им будет нужен тот, кто должен направлять энергию в нужное рухло, чтобы не распылялись. Так, меды. С их количеством билетов учат командной работе. Да, поняла, о чем речь. Итак, ну, вернемся к командам. Так вот, по Белгину идеальная команда, это сбалансированная параллент, но если нет, то тогда второй вариант, это команда эмоционально стабильных экстравертов, то есть эмоционально устойчивых, не склонных к изменениям настроения, к каким-то эмоциональным, агрессии в том числе. И поскольку они экстраверты, они, в принципе, люди, нацеленные на сотрудничество и взаимодействие. И вот это им помогает, ну, работать слаженно, понимать друг друга. Конечно, у них будут пробелы по некоторым направлениям, но в целом они более-менее справятся. Третий вариант команды, которая может быть успешна, но при определенных условиях, по мнению Белгина, это команда, во главе которых суперзвезда. То есть какой-то сильный, ну, мы называем такого лидера, наверное, харизматическим лидер или руководитель. Тут понятно, в чем слабость этой команды, слабость именно в лидере. Если он недостаточно, допустим, компетентен, если он выбрал неверную стратегию, а там обычно он все решает и ведет за собой команду, то команда может прийти не туда. Ну, и опять же, если команда лишается лидера, то она рассыпается, все держится на одном человеке. Готовься, да, это команда, это уже не командная работа, то, что вы все эти пишете. Итак, еще один вариант, самый сложный, но тоже может быть успешным, но здесь с этим еще сложнее работать, команда из ступерзвезда. Просто из звезд, даже без ступера. Такие команды Белгин называет командами типа Аполлон. В чем проблема? Потому что чаще всего эти звезды-индивидуалисты и некомандные люди, в принципе. Для того, чтобы их объединить в команду, нужен очень сильный, хороший, талантливый координатор. Это одна из ролей. Тогда, может быть, что-то получится, но гарантии нет. Итак, у каждого из нас обычно есть одна командная роль, но, может быть, еще к этой основной одна-две дополнительные. Есть, в конце концов, люди, которые, в принципе, не являются командными, это тоже нормально, они не способны, им некомфортно работать в команде. Но, в общем-то, свой ролевой репертуар командной можно развивать. Сами роли вот здесь веером представлены, делятся на три категории. Роли, нацеленные на действия, социальные роли и интеллектуальные роли. Итак, давайте по очереди про эти роли поговорим. Поскольку Белдин на последнее время много переводили, разные переводчики по-разному эти названия переводят. Поэтому я включила сюда английское название, ну и буду говорить какие еще возможные варианты на русском языке. Реализатор, он же исполнитель, он же рабочий опчелк. Белдин говорит, что это основа другой команды. Это человек, благодаря которому достигается результат. Он отвечает за то, чтобы делалось дело. Кто, какой психотипы человек будет хорошим реализатором? Спокойный, уравновешенный, консервативный. Такие люди лучше всего работают в понятных, предсказуемых, прогнозируемых условиях, когда у них есть четкая цель, составлен четкий план. Они не торопясь, не работают обычно рыбками, авралами, а так вот не торопясь, размеренно двигаются в нужном направлении, реализовывают этот план. В нестабильных условиях им сложнее. Это не значит, что они не справятся. Справятся тоже просто сложнее. Максимально эффективны они, прогнозируемых и стабильны, в понятных им условиях. Также понятно, что это человек с чувством развитого долга. С развитым чувством долга, прошу прощения, уже оговариваюсь. С высоким чувством ответственности. Это большая проблема. Найти такого человека? Нет, жить с этим – это большая проблема. Жить с этим, ну да. Итак, они ориентированы не просто на то, чтобы сделать дело, но чтобы сделать его хорошо, с хорошим качеством. И Белл нам говорит, что без реализатора, ну, собственно, ничего не будет. Будет, может быть, много идей, будет хорошая атмосфера, но и результат под вопросом. А реализатор способен и готов брать на себя работу, на которую другие не соглашаются. Если, допустим, она им кажется скучной, неинтересной или очень сложной, ну, реализатор у него такая позиция, ну, а кто? Если никто, то я. И, соответственно, берет многое на себя. Не стоит требовать от реализатора каких-то идей. Это не его. Для этого нам нужен генератор идей. Важная роль, если нет идей, команда топчется на месте. Проблема в том, что генераторы обычно некомандные люди по своему психотипу. Это одиночки, ну, такие гении-одиночки. Не всегда мы, конечно, такого найдем, хорошего генератора. В принципе, хороший генератор выглядит именно так. Он интроверт, некомандный человек. Что еще? Это человек с высоким IP. По мнению Беллбина, только двоим нужен высокий IP в команде, вот генератору и аналитику. Аналитик, эксперт. Остальные вполне могут обойтись среднего и чуть выше среднего, в том числе даже координатор, который пункты руководителя выполняют достаточно чуть выше среднего. Здесь нужен высокий IQ и нестандартность мышления, нестандартный подход, нестандартное видение ситуации, хорошее воображение, интерес к сложным задачам. Вот тогда мы получим идеального генератора. Не стоит, как вы понимаете, ждать от генератора реализации идей. Это не к нему. Он вам придумал, а вы думаете, что с этим делать. Более того, он вам даже не ответит на вопросы, а насколько эта идея жизнеспособна. А можем ли мы ее воплотить? Есть ли у нас для этого все необходимые ресурсы? Это тоже не к нему. Он не детализирует, как правило, идеи, он придумал концепцию. Это может быть очень интересная, оригинальная концепция, недоведенная до ума, непроработанная. Он, вы это делаете, вы прорабатываете, а он думает на следующие гениальные идеи. И это вполне может оказаться и безумное. Да, спасибо, вот уже на гуглили тест. Ссылочку смотрите в комментариях. Итак, это может быть оказаться и нежеспособная идея. Это вам тоже генератор не ответит. Здесь уже аналитика это доводит до ума. Еще раз повторю, что проблема в том, что это не командные. Обычно люди одиночки. И даже если они формально являются членами команды, вполне может быть, что пока команда спорит, обсуждает что-то, генератор сидит в сторонке, он уже все давно придумал, но никому ничего не сказал, поскольку его никто ни о чем не спросил. Он думает, что на следующие гениальные идеи, это он уже решил. Поэтому задача координатора его вовлекать в эту командную работу. Ну и обратите внимание на последнее предложение, что присутствие двух генераторов зачастую означает, что нет ни одного. Почему? Потому что это те самые звезды, которым трудно сработать друг с другом, будут обиды, если взяли в работу не мою идею, а его, соответственно, я менее талантливый в глазах окружающих. Это, в общем, генератору тоже самолюбие идет. А если нет хорошего генератора, мы понимаем, что не всегда нужно его найти, его хотя бы частично может заменить следующий представитель, исследователь ресурсов. По психотипу он абсолютно противоположен, а функцию, такую же, как генератор выполняет, ну, в том числе, помимо других функций, дает команде идеи, но не придумывает сам. Он приносит команду идеи извне. Исследователь ресурсов – это хороший коммуникатор. Его главный талант – это коммуникация. Его главное умение – это умение слышать. Слышать и услышать. То, что нужно, то, что интересно, то, что ценно, то, что полезно. И все в дом, все в дом, все в команду. Помимо идей он, в принципе, отвечает за связи команды с внешней средой, может представлять команду на переговорах, хороший, не знаю, там, пиарщик, рекламщик, переговорщик, хороший коммуникатор. Устанавливает внешние контакты, обеспечивает команду, не знаю, там, ресурсами, заказами, поддержкой извне. Эмоционально стабильный экстраверт, то есть как раз санглиник, а вот реализатор у нас эмоционально стабильный интроверт, то есть скорее климатик по темпераменту, если. Итак, может отвечать и за внутренний климат команды, но для этого есть и другая роль. Ну, вот мы поговорим потом, какие роли могут совмещаться. Следующая роль – координатор. Я его уже упоминала. Координатор, председатель, организатор. По-разному можно его назвать. Но все названия говорят о том, что это человек, который организует и координирует работу команды. Может являться формальным руководителем, но не обязательно. Допустим, в каком-нибудь стартапе формальным руководителем, представляющим команду, может быть генератор идей. Но чтобы компания была успешна, команда была успешна, ей нужен толковый зам какому генератору, вот как раз в лице координатора. Тоже эмоционально стабилен, спокоен, уравновешен. К тому же умеет принимать решения не только за себя, но и за команду. Умеет брать на себя ответственность, опять же, не только за свои действия, но и за командную работу, за общий результат. Достаточно терпим, до определенного предела. Уверен в себе, ну и, как я уже сказала, умеет принимать решения, брать на себя ответственность. Еще это хороший, ну даже можно сказать, хороший психолог такой в бытовом смысле. То есть он понимает, кто чего стоит в команде. У кого какие сильные, у кого какие слабые стороны. Соответственно, кому какую задачу можно поручить, а кому лучше не надо. Кого с кем можно объединить в работе, а кого лучше развести по разным углам. И он понимает ресурсы и возможности каждого члена команды, а также хорошо понимает общий потенциал команды, ее сильные и слабые стороны. Ну и старается максимально эти ресурсы использовать для достижения результата. Организует, координирует работы, распределяет задачи. Но обычно склонен к демократическому стилю управления, но при необходимости может проявить и твердое единобичное решение. Мотиватор. Вот это как раз роль, которая, по мнению Голдина, не любой команде нужна. Поскольку мотиватор, мотиватор, творец, шейпер в разные есть названия, ни одно из них, по-моему, не отражает сути этой роли до конца. И там человек очень энергичный и активный, и эмоционально неуравновешенный, вспыльчивый, импульсивный, прямолинейный. Все, что думает, говорит, как есть, не подбирая выражений, как говорится, правду маку в глаза. При этом он целеустремленный очень, и сам, и других подталкивает, буквально заставляет, очень раздражается, если его не понимают, если команда не проявляет нужной активности. Белгин отмечает, что хорошую, слаженную команду он может разбалансировать. Когда он нужен, когда команда пассивна, вот мастер, секунду, писали. Когда команда пассивна, когда команда переживает период застоя, когда ничего не происходит, какое-то болото, и вот нужен такой мотиватор, который всех заставит. А еще он хорош в период кризиса, потому что в кризисе он чувствует себя, как рыба в воде. Пока другие в растерянности, обдумывают, что и как, он берет быка за рога, это деятельный очень человек, трудности его не пугают, и ему наоборот интересно в кризисе, это вызов для него. И он не сам хорошо справляется с кризисом, и других может мотивировать, направить в нужном направлении. Значит, ну понятно, в чем проблемы с этим человеком, именно в его нервозности, нервозности, неуравновешенности и при этом высокой активности. Поэтому вот стабильную команду он может дестабилизировать, разбалансировать. Надо еще раз подумать, нужен ли нам такой человек. Опять же, степень выраженности этих качеств, как у любых других, может быть разная. Может быть, если это не сильно выраженный мотиватор, то он нормально. А если прямо ярко выраженный, то еще раз думаем, не наблюдит ли он команде. Ну, он такой вот напористый, целеустремленный, энергичный, не признает обычно полутонов, либо так, либо никак, либо так, либо ничего не делаем. Но надо делать именно так, как я сказала. Ну, условно, так, может быть, я точно не исключаю краски, но я описываю ярко выраженный тип. Еще одна роль дипломат. Дипломат, коллективист, командный игрок, отвечает за коммуникацию внутри команды, за психологический климат команды, за благоприятные отношения, хорошо урегулирует конфликты, помогает людям найти взаимопонимание, найти какие-то компромиссы, не любит обострения отношений, поэтому всегда старается разрядить обстановку, разрядить напряженность. В одном роли вполне может сочетаться дипломат и исследователь ресурсов, потому что обе роли коммуникативные, и в одном человеке вполне могут уживаться. Ну, может быть, одна будет ведущая, другая дополнительная, но они, в общем, про одно и то же. Небольшие нюансы, просто исследователь ресурсов, он, скажем так, более энергичен и любит коммуницировать, собирать информацию, а дипломат, он больше про отношения. Вот если главный талант исследователь ресурсов слышать и услышать, главный талант дипломата слушать и выслушать. Выслушать, понять, оказать поддержку, помочь советам и так далее, регулировать какие-то сложности в отношениях. Полезен всегда, но особенно необходим для команды с авторитарным лидером, он тогда помогает гладить это давление. Анальтитик, он же эксперт. Вторая роль, для которой необходим высокий IQ, это тот, когда будет до ума идея генератора. Что там генератор нафантазировал, аналитик садится и рассчитывает. Взвешивает все за и против. Плюсы и минусы. Очень трезво мыслящий человек, критический, потому что всегда обращает внимание на недостатки. Пока команда вся в эйфории, какую прекрасную идею придумал генератор или какую замечательную идею принес нам преследовать ресурсов. Приходит аналитик и говорит, ну, значит, так, идея не очень, эффект от нее непонятен, возможно, не будет вообще должного эффекта и все будет бесполезно. Либо у нас недостаточное ресурсов для реализации, и вот эту всю общую эйфорию так приземляет. Ну, вот. Если команда будет состоять из одних аналитиков, они решения не будут. Никогда. Ну, во-первых, потому что они будут видеть только сложности и проблемы, а во-вторых, потому что они нацелены на бесконечный анализ. Это были процессы, а не результаты. И задача координатора здесь вовремя остановить аналитика, сказать, достаточно, потому что самому аналитику всегда будет казаться, что еще не весь арбюм информации проанализирован, не все данные учтены. И он очень внимателен к деталям, такой дотошный, часто окружающим кажется занудным. Вот. Ну, поэтому, повторяю, задача координатора вовремя сказать достаточно. Спасибо. Еще одна роль контролер тоже отвечает до результат. По психотипу схож с реализатором, тоже обладает высоким уровнем ответственности, нацелен на достижение хорошего результата, но он более тревожен, чем реализатор. То есть могут уживаться в одном человеке эти две роли, но одна будет ведущей, как правило. Так вот, отличие именно в тревожности, в некоторой даже невротичности, он беспокоится. Реализатор спокойно, размеренно работает, не обращая внимания на какие-то помехи, стараясь не обращать внимания и не добиваться из графика. А контролер, он обращает внимание на возможные сложности, трудности. Вот аналитик обращает внимание на проблемы при анализе, на этапе анализа, а контролер обращает внимание на проблемы и сложности уже на этапе реализации. И он всегда напомнит про сроки, он всегда беспокоится, не выбиваемся ли мы из графика, а соответствует ли результат заявленным необходимым требованиям. И он и себя, в общем, этим подстегивает с одной стороны, с другой стороны, нервирует, но и других тоже. Вот он старателен, добросовестен, ориентирован на высокое качество работы, но тревожен при этом. Он, как и аналитик, страхует команду от ошибок, связанных с возможными упущениями, на которые другие не обратят внимания, как и аналитик, он тоже внимателен в детали. Именно, повторяю, в процессе деятельности. Ну, это восемь основных ролей в тесте как раз они, а потом Робин добавил девятую роль, сказал, что команде, конечно, иногда нужен консультант, узкий специалист по каким-то вопросам, все члены команды должны быть специалистами в той области деятельности, над которой команда работает. Но иногда нужен узкий консультант, обладающий вот какими-то профессиональными знаниями, и он не обязательно даже может быть постоянным членом команды, а именно помогать ей в определенных вопросах выступать как именно эксперт по конкретным вопросам, то есть вносит свой вклад, скажем так, на узком фронте. Ну, в общем, собственно, вот они еще раз эти роли. И напоследок цитата уже другого американского исследователя, что если собрать правильных людей и дать им возможность расправить крылья, им вообще не надо управлять. Но правильные не значит идеальные. Здесь вот цитата Белбина мне даже нравится больше относительно того, что несовершенные люди могут создать совершенную команду. У каждого из этих ролей есть как бы плюсы и минусы в командной работе, сильные и слабые стороны, и надо понимать, как мы их можем использовать максимально эффективно. Кто-то в работе сталкивался с командным подходом. Иногда я слышу, да, у нас на работе такое есть, но это редко. Или вот, опять же, сейчас мы проводим повышение квалификации групповского движения, там тоже рекомендация формировать команду студентов или школьников с учетом командных ролей. И один из слушателей сказал, что да, стали использовать в командный подход и увидели результативность лучше и работа группы тоже стала лучше. Кто-то сталкивался? Ни у кого не тренируется команда. Неформально. Да, не обязательно специально. Иногда, когда мы знаем про эту концепцию командных ролей, мы можем понимать, кого не хватает в команде, что нам нужен либо толковый генератор, либо, если его нет, то хорошие исследователи и слушают, чтобы были идеи. И мы специально его ищем. А иногда команда, да, таким образом подбирается, что там все сбалансировано. Неформально таким образом присутствуют эти роли. Только команды и работают. Ну, команды бывают разные, повторяю, я имею в виду вопрос мой, с учетом командных ролей, может быть, проанализируете, какие роли у вас есть, каких не хватает, может быть, нужны какие-то. Иногда прям подбирают, вот, как говорила, там, может, аналитик хороший, хороший генератор или кто-то еще языковать не хватит. Спасибо. Да. На аутсорсе, да, возможно. Ну, особенно вот последний уже специалист, он вообще частный на аутсорсе в команде. Спасибо за внимание. Если нет ко мне каких-то вопросов, можем завершать. Ну, и в следующий раз поменяю ссылку. Надеюсь, что вебинар РУ попробуем. Надеюсь, что хорошо пойдет. Даже без этих педагогов. Не то, что команды не хватает РУ и денег. Денег всегда не хватает, само собой. Иногда особенно не хватает. Да. А команды РУ, ну, вопросы. Не всегда, потому что нам же не просто нужен какой-то аналитик или генератор, нам же нужен определенного профиля, определенной специальности, разбирающийся в вопросах человека. Вам тоже спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Марина. Спасибо за вопросы, за активную работу. Встречаемся через неделю. Рабочими пчелками, да, хотя бы в какой-то степени, конечно, нельзя так, чтобы один только отвечал за результат. Это был бы, ну, естественно, несколько утрирует, но все-таки есть человек, который больше на это нацелен, и это будет полезно команде. Если еще есть контролер, который всех будет пинать и напоминать о сроках, о критериях, то тоже хорошо. Все, спасибо. Завершаем. До свидания. Всего доброго.